Рассказывает это мой знакомый. Дело было в начале 50-х. Брат моей бабушки, электрик по образованию, вернувшись с войны, был просто на расхват людей не хватало. Страну отстраивали из руины. Так что поселившись в одном селе, он фактически работал в трех. Благо, находились населенные пункты близко друг от друга. Ходить в основном приходилось пешком. Торопясь, идя из одного села в другое, он часто срезал дорогу через небольшой лесок. Скорее даже посадку. Особенно приятно это было делать весной, летом, когда расцветала зелень, природа просыпалась. Парень, порядком уставший за день, замедлял шаг и с удовольствием вдыхал запах жирности. Мечтал о будущем. И вот однажды было это утром, он шел через вышеописанную лесополосу. Стояла хорошая погода, солнце светило во всем. Поэтому молодой человек ничуть не удивился, увидев, что на опушке играют дети. И было их человек семь. Мальчики и девочки в возрастном диапазоне где-то от пяти до десяти лет. Сгрудившись в кучку, они склонили над чем-то головы. И только одна девочка, отойдя чуть в сторону, аккуратно и медленно собирала цветы. Она первая подняла от земли глаза и внимательно посмотрела на внезапного пришельца и, не сказав ни слова, продолжила свое дело. В принципе, ничего странного в этом зрелище не было. И парень хотел уже было пройти мимо, но что-то заставило его приблизиться к молчаливым ребятишкам ближе. В своем рассказе он говорил позже, что насторожило его именно это странное, несвойственная для большого скопища детей, тишина. И увиденное он не сразу понял. Только минут через пять до него дошло, что дети играют в похороны. На траве перед ними лежала большая или новая кукла в грязном белом платье, аккуратненько так расположенная на большом квадратном пестром платке. По всему телу кукла была убрана цветами. Голову украшал венок из цветов. В головах догорала настоящая церковная тоненькая свечка. А на глазах лежали два древесных листочка. Рядом с совершенно аналогичным подходом был расположен пупс. Дети молча смотрели на эту картину, временами почему-то дружно вздергивая головы к небу и тщательно в него всматриваясь. Поодаль сияли в земле две вырытые ямки, которые должны были, видимо, обозначать могилы. Совершенно обалдевший парень молча наблюдал, как девочка, что собирала цветы в стороне, подошла к пупсу и принялась украшать его. Потом, наконец, обретя дар речи, молодой человек почувствовал, что как взрослый он просто должен вмешаться, как минимум попытаться спросить, кто подсказал такую странную игру. «Ребята, вы откуда? Вы что тут делаете?» А ребята все так же молча уставились на него. В лесу в это время щепетали птицы. Парень внезапно почувствовал, что ему, фронтовику, прошедшему через войну, страшно. Необъяснимый страх взялся из ниоткуда и грозил совершенно овладеть его сознанием. «А вы чего молчите?» Храбрясь произнес он. «Вы из той деревни, что ли? Что за игры у вас такие? Вот я учительница-то вашей». Договорить он не успел. Девочка, собиравшая цветы, посмотрела на небо, а потом, внезапно повернувшись спиной, проговорила неестественно низким голосом, обращаясь к остальным детям. «Скорей закапывай, а то опять начнется». Остальные дети тут же медленно и абсолютно игнорируя пришедшего, подхватили подстилку с убранной цветами куклой и торжественно поволокли ее к вырытой яме. Молодой человек проводил взглядом и заметил несколько симметричных холмиков, расположенных за этой ямой. На некоторых из них лежали цветы. Удаляясь от опушки, он продолжал с недоумением оглядывать. Страх его все еще не отпускал. Добравшись до деревни и подчиняя проводку в продовольственном магазине, он решил прояснить ситуацию и невзначай спросил у уже немолодой продавщицы, «А что это у вас за место на опушке? Как выйдешь из посадки там какие-то...» Он искренне радовался потом, что его перебили и не дали договорить. А то ходил бы всю жизнь в сумасшедшем. «Ой, вы там ходите, да? Кладбище там уважаем!» охотно откликнулась местная женщина, пережившая всю войну в родном селе. Детей похоронили. Ни местных, ни наших. Получается, шел в начале войны эшелон по нашей ветке. Там полон вагон детей. Видимо, пионерлагерь или детдом перевозили. Документов так и не нашлось. Разбомбили его, конечно. Бомбежки тогда круглосуточно почти были. «Ну, нашли их на путях в основном. Каша сплошная. Не разберешь, где руки, ноги. Но кого можно было еще вытащить, повытаскивали и похоронили по-людски. Ужас такой, что война проклятая наделала. Да вам ли не знать?» Она помолчала и добавила. «Ой, а вы знаете, я никак не забуду. У некоторых в руках игрушки были. Так и хоронили. Пальцы-то не разжать. А до своего кладбища донести страшно было. И так бабы, которые могли, рыли и тела переносили, все время боялись, что опять бабы начнут. Так и орали друг другу все время. «Скорее закапывай, а то опять начнется». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова